Welcome, welcome, welcome! Тут же происходит замена в составе команды Дамбон. Убирают они Флейм и говорят, иди нафиг! Мы знали, что ты проиграешь эту партию. Мы специально тебя подставили в первом поражении, чтобы было у нас... Да нет, на самом деле я вам говорил, что если проиграет, скорее всего, Флейма заменит. Так и произошло. Ну и так как Панч играет в основном теперь с Нагорье в комбинации, поэтому и Каньон тоже пострадал. Воу! А вот это уже интересно! Конечно, Берила меняют, ребята, и выпускают Хойта. Совершенно другой состав команды Дамбон сегодня выходит на вторую партию, нежели в первой игре был. Это интересно, потому что изменения колоссальны. И тот момент, когда я сказал вам, что нужно им сыграть другой совершенно стиль игры, возможно, они сейчас его как раз и составят совершенно другой стиль партии. Но давайте посмотрим. Готова ли команда Сэндбокс играть с двумя составами команды Дамбон? Вторую Best of 1 уже тогда теперь получается серию. Так-то Best of 3 с одной командой поиграть не получилось. Два раза разных коллективов против них будет бороться. Девчонок нам на заднем плане показывают, и на переднем плане два тренера. Нет, тренера и судья там, потому что ЛЦК написано, это судья, значит. Говорит она. Нас показали. Нас показали. Не пришло так много народу, как я думал. Вообще, люди до сих пор не привыкли к тому, что Дамбон и Сэндбокс это лидеры чемпионата Кореи. Если Гриффин уже себе кое-как им это сделал... А, это их мышка, а не моя. Видите, здесь мышка. Я подумал, это моя мышка. Тут застрял, начал экран двигать. А нет, это их была, мышкансия. Так вот, не привыкли у нас все еще зрители к тому, что эти два коллектива топовые. И что ожидать от них хорошую игру, это то, что вы должны ожидать. Они думают, ну, просто какие-то Дамбон с какими-то Сэндбоксами играют. Где там наши любимые Катаростерсы? Где там команда Джинджи? А Джинджи, ребят, там же, где и Катаростерсы. На грани вылета из чемпионата Кореи. И ждать от них-то как раз хорошей игры точно не стоит. Александра была у нас забанена вместе с Олафом командой Дамбон. Он, неприятный чемпион Олаф Блатон Флика, помучились на этом Дамбоновцы и решили в этой партии от этого избавиться. У Панча, любимый его чемпион в лесу, он нам несколько раз его уже показывал, Лисин. Так что вполне ожидаемо, что он может его сыграть. На Гури у нас обожает играть Владимира, либо просто предпушивающих давлетелей на топе. И убирается Джейс. По Хойту вроде у него ничем не отличается его пик чемпионов от Берила. Но, видимо, комбинация именно такой играла команда Дамбон. Вот с этой троицы, когда выпускали на Гури и Панчи, поэтому они полный состав поменяли. Тяжело им будет, потому что, видите, трех игроков они сейчас тут менять могут в регулярке, но совершенно никак не могут поменять их в чемпионате уже, когда плей-офф начнется. В плей-оффе разрешено брать только двух игроков с собой. А на международной сцене, если они туда пробьются, например, первое место займут в Корее, ну да, если все же займут первое место в Корее, а вот и Владимир для Нагури, его любимый Владимир, то на международную сцену можно брать тоже только двоих, а на чемпионат мира правило все еще считается, что можно взять только одного. А, ну, кстати, они если попадут в топ-4 корейского чемпионата, они же на Рив Тривелс поедут. Так что, в любом случае, есть шанс у команды Даму довольно неплохой попасть на международную сцену. То есть им придется, значит, от кого-то отказываться, и вот это сразу заранее тренировать двух саппортов, двух лесников, двух топеров, это не самый лучший план. Владимира взять-то взяли, но, получается, снова Сайлоса в лицо. Нет, подождите, Сайлос же был от Шоумейкера в прошлый раз. Да-да-да, я что-то перепутал. Так что Сайлоса, наоборот, как раз, сэндбоксы не брали в предыдущей партии, а вот сейчас они себе это забирают, и более того, этот Сайлос будет против Владимира, потому что у нас появляется Леблан Кадава. Он очень хорошо в предыдущей партии сыграл на этой девочке, и, как видите, винрейт этой девочки крайне высокий. Показывают нам Рексай, команда Дамбо. Неужели Панчев выкатит нам Рексайку? По-моему, еще никто у нас ее не достал. Нет, решают сыграть проще пока, что просто взять Зою против Лебланки. Это скиллбейс линия с небольшим перевесом в пользу ЛБ, но там реально небольшой перевес. Есть хорошие ганги-организователи, хорошее просто давление создать на противника, на Лебланку, то можно вообще урвать себе даже преимущество. И у тебя они опять Рексайку показывают. Напоминаю, что Лисин у него основной чемпион, но все же берут Рексай, у которой было уже четыре встречи в чемпионате Кореи, одно победа, три поражения. И в основном поражения были из-за Джарвана, потому что Джарван очень легко побеждает Рексай, она же, в свою очередь, побеждает Олафа. И вот опять же возникает вопрос. Вы не додумали заранее пик? Я имею в виду про команду Дамбон. Вы забанили Олафа, хотя собирались брать Рексай. Или, что скорее всего является правдой, они не собирались брать Рексай, а берут ее сейчас на ходу. На ходу, ребят, ничего не делается хорошо. Сами понимаете, кушать на ходу тоже нежелательно. Нежелательно подавиться можно. Ну вот Дамбоны на ходу решили придумать эту Рексайку, которая явно здесь не была задумана ими изначально. Получили в лицо они Ноктюрна, и, по-моему, Банны Пики пока контролируют команду Сэндбокс. Убирают они там Кенчи, потому что может спасать от Ноктюрна игроков. Скорее всего, Алистар. Да, Алистара еще убирают. В ответ получили Бан Шена и Бан Галлио. Дамбоны, давайте, не обижайте... Спасибо. Не обижайте меня, как говорится. Если бы они сейчас Галлио не забанили, я бы расстроился. Ну, команда Сэндбокс, ваш выход. Я думаю, братья Дакерри вполне нормально. Здесь сохранять тайну о своем саппорте. Нет, они все же решили саппорта взять пораньше, потому что, мне кажется, можно было сыграть через саппорта Ability Power, даже в данном случае. Но решили они тайну этого дворца команды Сэндбокс держать именно на своей АДшнике. Кстати, АДшник может быть все еще калистой. Также можно отыграть через АШУ, как в предыдущей партии. Дамбоны забирают Хойту Трэша. Ну и раз вы взяли Трэша, то надо забирать Калисту. И игра чистый мидгейм, где будет небольшое усиление при помощи Владимира. Нет, они берут Заю из-за Ноктюрна, судя по всему. Трэш против Калисты. Ну и так просто заранее думаете, там будет Калисту. Но, по-моему, АШа... Ой, против Калисты. Против Зая. АШа здесь нормально сидит у команды Сэндбокс, но они вот хотят взять для Госта Эза, который такой себе пик, потому что поукс-сетапу у команды Сэндбокс нет. Ну, говорят, Госта это четвертая игра подряд будет на Эзи. На данный момент у него две победы, одно поражение на этом чемпионе. И Аустрия, парень из Австрии, поднимает сердечко. Его друг... Да, это не Австралия, говорит. Папа, смейте, не удивляйтесь. Флаг Оустрии. Оустрии был. Ости, Ости. У них такое там, наверное, как в чате кто-нибудь Ости написал, потому что страна сама себя называет Ости. Нет, никто этого не пишет. I'm Austrian, Austria. Европа в Корее. Да, Европа, ребят, приехала в Корею посмотреть. Но студия большая. Кто не знает, это Riot Games студия, поэтому в этом году мы можем свободно каждый игровой день стримить. Ну, рестримить имеется в виду, конечно же, потому что в студии Riot Games все дело происходит. Больше нет никаких здесь рук OGN. Здесь нет больше Кеспы. Студия называется Лол Парк. Лол что-то парк. Какое-то слово я по центру забыл. Лига Легендский парк. Может быть, нет, там не Riot Games было по центру. Блин, забыл, какое слово там было по центру. Как называлась эта студия. И она, это четырехэтажное здание. На четвертом этаже, насколько я понимаю, как раз-таки проводится вот это вот все мероприятие. Арена вот эта вот. Но на нижних этажах там есть ресторан с одновременно сразу же компьютерами. То есть это получается старый... Лол Арена Парк мне подсказывает. А, слово Арена, это как раз так и есть, да? А, отлично. Лол Арена Парк. Да, наверное, так оно и называется. Так вот, на первом этаже там получается барчик, как в старые добрые времена, интернет-клуб. На втором этаже есть комнаты так называемого отдыха. То есть можно даже время провести, просто посидеть без интернета и всего такого. Ну, то есть там нет кричащих мужиков. И на третьем этаже, насколько я помню, Riot когда это все дело показывали, есть место славы, где как раз таки расставлены всякие кубки корейские. Многие команды туда приезжают по каким-то датам, видимо, чтобы как раз интервью давать. Ну, и просто общаться с публикой. Так что... Ну, или даже вот после матча люди туда спускаются на этаж ниже, и там будет пресс-конференция с разными игроками. Так что там есть, что посетить. Не обязательно приходить, только матч посмотреть. Зал славы, да, есть зал славы на третьем этаже. На втором этаже что-то там они про отдых писали, только я так и не понял, что там за отдых. Культурные массажные салоны Корейской... Ежды Корейской Республики. Ой-ой-ой, как это грустно. Когда вы на вардах... Спалил маленький Крипчик. Показал местоположение команды Домбон. Начал на них агрессию проводить. Они долго пулили Ноктерну Синелес, поэтому не успевает на опыт Браунба. А вообще второй уровень точно получает Нюклер и ходит быстрее. Ну, и давайте теперь оценим, что у нас получается по банам-пикам. Примерно равные сетапы в лейтгейме у обеих команд, потому что есть свои пути к победе. И у команды Сэндбокс играть они будут через как раз-таки похищение неплохих ультов для Саммита. Плюс Ноктерну есть, кому выключать свет. И много Паука. У команды же Домбон есть адекватный адекерри и Владимир в лейте. Так что я бы, наверное, по цифркам прошелся так. Лейнинг фазу я дам за команды Домбон немного, 55%. Потому что у них хорошая лейнинг фаза на ботлайне. Лейнинг фаза с Зоей посильнее будет, чем у Лебланки даже. Понятное дело, что Ноктюрн ничего вообще Рик Сайки сделать не может с самого начала. Так что это 55%. Даже, наверное, к 60% можно отнести. Дальше у нас включается Синусоиды, ребят. Потому что Сэндбоксы свои пауэрспайки в мидгейме улавливают. Одна только Рик Сайка от Панча может что-то делать, продолжать дальше в мидгейме. Но вот остальные чемпионы уже проседают. Панч сражается у нас с Сонфликом. Не очень удачно. Да, пытаясь подойти. Но Зоя кидает от него ешку и говорит, иди отсюда. Панч там вроде что-то украсть украл, но не весь кем. Большого крипа как раз забрал себе Онфлик. Но Смайт при этом потерял, поэтому Панч, скорее всего, сейчас должен забирать себе Краба. Но Лебланка сюда смещается. Онфлик идет на Шоумейкера. И да все, они отдадут. Отдают этого Краба. Так вот, циферки. 55-60 за командой Дамбон начало игры. 55-60 за командой Сэндбокс мидгейм средняя стадия игры. Ну и лейт, когда уже мы дойдем до равных предметов. Тут у команды Дамбон есть небольшой перевес. 55% я отдам. У них нет суперкомбинации. Ой, Панч, у него есть туннель. Он, правда, просто на туннеле сейчас уйдет. Он флэшится, чтобы залезть в туннель. Но Самбит не дает ему добраться до туннеля. Съедает туннель. Растоптали, закопали эту Рексайку только что. Идея была неплохая. Но Рексайка попала в фир. А Тонфлика не смогла вернуться в свой туннель. Думала она, что метро будет работать по расписанию. Но, ребят, опоздала. Двери все же закрылись. И Рексайка отдает убийство. Первый килл кому? Как видите, в туннеле можно залезать очень часто. Реуты это исправили. Здесь она флэшнулась и почему-то не смогла нажать на туннель. А потом туннель уже и порезали. На самом деле это дело все правильно. Только не своевременно. Давайте скажем так. И про Рексайку от Панча. Просто перефлэшнулся туннель. Как-то у него не получилось нажать в него сразу. Кстати, кто не знает, можно в туннель нырять даже без W. W это закопка у Рексайки. У нее две формы. Кто не знает, у Рексайки одна форма это в закопанном состоянии. Вторая форма это в откопанном состоянии. Заклинания меняются. Кушка и Ешка. Два заклинания. Первая и третья. Меняется в зависимости от того, в каком вы состоянии находитесь. Но ваше W и ваши уже поставленные туннели, они не меняются в зависимости от того, в каком вы находитесь состоянии. То есть, что в закопанном, что в откопанном состоянии, все то же самое. Меняется скорость передвижения только. И регенерация. Я на горе. Умирает один на один от саммита. Очень много урона получает. Нет, гнает его саммита, чтобы его побить. Прыгает за ним. Дает урон. Еще одну кушку попадает. И на горе такой, ауч, говорит наверняка. Шоумейкер. Видимо, Игнайт ему выпал на линии, потому что, видите, сам он не брал Игнайт. Он взял почему-то Клинс. А вот да, взял Игнайт. Что крайне странно. Это прямая противоположность тому, что обычно берут Лебланки против Зои. Не то, чтобы они Зои боятся так сильно, но Игнайт брать против Зои, вы знаете, это дарить ей второй Игнайт. Теоретически, если бы Зоя взяла себе один Игнайт, сейчас вместо Клинса, Игнайт плюс Флэш, у нее бы было два Игнайта на этой линии. Ну, помимо того, что еще третий Игнайт может выпасть за счет вашей пассивки на W. Она говорит, зря стараешься, сейчас пойду и отсосу у тебя назад здоровье. Но в этом есть что-то такое. Забирает снова Дракона команда с синей стороны. Предыдущая это была команда Сэндбокс. В этой партии это команда Дамвон. У Дамвоновца повезло меньше. Потому что Дракон для них первый выпал всего лишь океанический. Он флик, так как он все еще не может сражаться с Рик Сайкой. Говорит, что просто зайти в этот лес, съедает ее тоннель, тоннель, пропал с карты. И мгновенно панч прокликивает, где был Ноктерн. И Ноктерн выходит на Нагури. Но Нагури знал, где был Ноктерн. И поэтому просто проверяет это место. Да, он здесь. Он говорит, ничего страшного. Полечусь и вроде как выживу. А нет, очень много урона идет по нему. Подкидывание, урон. Воруют ульту, саммит. Очень поздно. Он не был шестым уровнем, что ли? Если бы Сайлос украл ульту эту у Владимира, он мог бы его даже убить сейчас. Но не об этом. Рик Сай, выход вниз. Выезжает? А ее было видно уже. Рик Сай, ты глупая. Или не глупая? Это байт от Джокера? Нет, говорят, это был визуальный баг. Потому что мне показалось, что панч выехал из кустов. Но говорят, это был визуальный баг. Сэндбоксы этого не видели. Они просто подпушили Зайу и уходят на рекол. Криптомантия у нас у Нагури. Я сейчас только заметил. Прошу прощения, что раньше на это не обратил внимания. Лейтгейм от этого не становится намного слабее. Как бы, да, в лейтгейме получается Владимир теперь менее вариативный. По сути, ты не сможешь делать сплит-пуш за счет фейз-раша. В тимфайтах у тебя не будет так много урона, как могло быть. Но зато сустейна гораздо больше в мидгейме. О, хороший проказ. Кошка! Да, теряет пол лица. И вот представьте, сейчас бы был Игнайту шоумейкером. Его просто отдал по даву. И еще неизвестно, чем бы это закончилось для команды Сэндбокс. Да, про проценты мы уже говорили. Навсегда смотрите в чатике. Кто-нибудь там наверняка их вам дублирует, повторит. Для тех, кто пропустил начало игры. Ну, а так тысячи преимущества золота команда Дамвон заработала на своей лейнинг-фазе. Лучше у них, мне кажется, получается лейнинг-фаза, даже чем у команды Сэндбокс. Хотя те, в свой черед, не отдали ни одного синяя баф противникам. И забрали тогда двух драконов за лейнинг-фазу. Там два было. Панчик 57 фарма в синий смайт играет с конкьюером. Это как раз-таки та самая рексайка, которая сейчас доминирует всех в Солоку. Хотя нет, неправильно. Не та же самая рексайка, которая доминирует всех в Солоку, потому что доминирующая рексайка в Солоку была выключена немножечко за счет нерфа конкьюера. То есть сам конкьюер, вы знаете, сейчас был ослаблен где-то процентов на 30. Поэтому с самого конкьюера меньше у него стало урона. Но есть у него гигантские плюсы, даже могу немножко так подрассказать. Хотя это Солоку рассказывал. Вся главная сейчас идея рексайки как раз заключается в том, что невозможно увернуться с ее ульты. Следовательно, ульта это мало того, что эскейп рексайки, как, например, у Каина, когда ты нажимаешь свою ультимативную способность и пропадаешь с карты, защищая себя самого. Так ты еще и точно наносишь урон, добивающий. Можно игроков добивать этой ультой, причем рассчитать этот урон не так сложно, так как там цифры довольно приличные. Но главное, это хорошая регенерация. Даже оставшись с нулевым здоровьем, вы можете закопаться, дать парочку автоатак, закопаться снова, дать парочку автоатак, закопаться снова и так далее. Ну, когда даете парочку автоатак, надо выкопаться, это понятно. И вы уже будете с фулл хп, потому что рейдж ее набирается чуть ли не мгновенно. Так как комбинация рексайки, теперь выглядит 100 рейджа надо заработать, чтобы была максимальная регенерация и труда, макс вашей ешки. Поэтому, когда она в закупанном состоянии находится, она эти 100 энергии своей тратит на восстановление здоровья. Но комбинация при том, чтобы вылезти, вы даете кушку в противника, это 25 здоровья. Подкидывание по противнику, это 25 еще энергии. Кушка ваша собственная, это еще 25 энергии. И, по сути, вы можете сразу давать ешку. Потому что, ну, вообще желательно дать автоатаку все же, еще одну. Тогда будет сразу 100 рейджа и ешка. И самое главное, у вас уже будет сразу 3 стака на конкьюере, те самые, которые вам нужны. То есть, и все это делается, ребята, мгновенно. Это делается меньше, чем за полсекунды. Энергией вы зарабатываете сразу соточку, можете снова закапываться, потому что закапывание и откапывание откатывается мгновенно у рейксайки. И ползайте, восстанавливайте здоровье, потом еще раз выкапывайтесь, повторяйте это все действие. Каждые 2 секунды, по сути, вы можете это делать. И если вы неправильно фармитесь в лесу, тогда вы будете оставаться без здоровья. Но забавно то, что теперь есть как раз правильный фарминг, это постоянно закапываться и выкапываться. Пока у нас счет 1-0, пользу команды Сэндбокс, но по золоту они прилично уже отстают за счет криптомантии. Как раз таки на Гури он плюс 30 фарма, и то он вообще просто золото заработал на саммите. Саммит пошел у нас в лейтгейм, с граспом он играет. Конкерер, какой конкерер он? Это конквер, конквер это будет правильно. Но я его называю конквер, просто мне так интереснее. Мне так прикольнее, и слово вообще хорошее. Я более на французском его произношу. Ле конквере. А так он конквер, это да. Хорошая ульта здесь, это актерно. Будет попытка убийства Трэша, но у Трэша есть Жоня, при помощи которой он остается вживо. Прилетает сюда Саммит, дает врыв, дает ульту Владимира. Но это, скорее всего, будет смет Саммита. И прилетает на Гури, добивать его. На Гури, правда, расстроены, потому что прилетел, а сосать-то и не у кого. Все уже, ребят, были высосаны. Здоровье у команды Сэндбокс. Он просто человек пристал, почему я говорю конкьюер, а не конквер. Потому что Гладиолус. 2-1 становится счет в этой партии. Два убийства организовала только что команда Дамвон на ботлейне. Сорвалась у нас Сэндбоксовский коллектив. Они решили сделать ол-ин в Трэша. Трэш специально шел на них, прям подставлялся. И мне кажется, можно было догадаться, что это все он делает не просто так. Когда Трэш на вас так бежит, скорее всего, он задумывает подставиться. И это классная игра была сейчас от Хойта. Он развел противников на 2 ульты в себя. И забавно то, что у него был Жоня, которую не прочитала команда Сэндбокс. Хотя ее можно легко прочитать, банально посмотрев в инвентарь. Потому что команд Конквер, команд Конкьюер, ничего не знаю. В детстве команд Конкьюер, Сенсел, Эхид. Как бы вы же понимаете, что не просто так это все идет. Это все идет с детства. Нажимаешь Сенсел, и все у тебя будет хорошо. Где здесь Эхид? Какие там еще были слова? Чатик наверняка сейчас вспомнит еще какие-нибудь мемасики с хорошим произношением английского. Кстати, я никогда Эхид не говорил. Всегда Эксид был Экзит. Экзит. А вот Сенсел, я довольно долго от этого отвыкал. Потому что действительно, ну... Я читал его как Сенсел, либо Сенсел. Вот именно так. И очень долго отвыкал от этой фразы. Потому что... Окей. Стрел на клавиатуре. Стрел. Ситуп. Ситуп, да. Стрел, Ситуп. Пипле. Что за Сенсел? Сенсел это Кенсел. Типа отмена. Так, у нас здесь немножко Оллинщик от Рексайки. Двойные Жони. Золотые игроки. Но умрет, скорее всего, он флик за это тоже. Размен произошел. Убийство убийств. Давайте вернемся немножко к игре. Из нашего детства. Крэйзи Рашена. Или Крэйзи Ингриша. Фристайло. Фристайло. В Нагорико делал небольшой прыжочек от Сэмита. Он там у них, скорее всего, не будет никто никого убивать. А вот у Нюклера может быть небольшая проблема. Если бы ГОС попал сейчас с заклинанием. Джокер мог бы тогда и даже дать ульту здесь. Ну, снять, по крайней мере, ульту с Нюклера. Разменяться. Но он это не попал, поэтому промахнулся. И это великие цитаты можете записать. Он не попал, потому что промахнулся. А вот сейчас они выбивают вард. И прикрывает свою сторону захода сбоку от команды Дамбон. 3000 за лейнинг фазу. И инициация идет по Зое. Зоя дает войной проказ. Ешку кидает. Уходит в Жоньку свою. Из этой Жоньки, скорее всего, он Флек его убьет. Панч не может сражать. 1 в 2. Панча Лой пытается убить. Но у него туннель откатился уже. И подбегает сюда. Ходит, который не успевает никак помочь своим ребятам. На мидлейне, которые проводили сражения. И проиграли его. Можно поругать немножко Шоумейкера. Потому что он мог, мне кажется, сыграть на эскейп. Но он решил, наоборот, сыграть на ол-ин. По Даву. И он Флеку. И не хватило ему урона. Джокер. Ну куда ж ты? Ладно. Хотелось сказать, ну куда ж ты кидаешь? Там же легко попасть. Как он тут же промахивается в него в ответ трэш. И они друг друга стоят. 3-3. 3-3, ребят. Партия все еще живая. Потому что команда Сэндбокс урвала себе дракона после этого убийства. Которое было в середине игры. И сейчас Панч нам показывает, как они с Онфликом здесь размене ввалить за красный баф. Панч заработал себе красный баф. Но попал Фир. Ушел в ульту. Но ультой не смог убить Онфлика. Потому что тут ушел в Жоню. Ну и двойная Жоня на Жоню. Килл достается Шоумейкеру. И потом Шоумейкера красный баф снимает Онфлик. Мстит. И вот здесь вот, мне кажется, Зоя как-то могла, может быть, по-другому сыграть. Хотя нет. Сейчас посмотрят на повтор. Я понял, что она никак по-другому здесь отбегать. Не могла. Онфлик стартует дракона. Ходит и Нюклер ему идут мешать. Шоумейкер тоже туда смещается. Панч тоже здесь. И отправляет Онфлик дракона назад. Дает просветку вид, что там стоял Вард. Предлагает своей команде попытаться дать битву за этот объект. Онфлика есть ульта. Но впрыгивать туда страшновато. Один в пятерых. Он не забегает. Просто делает флэш. Неудачно. Смайт проигрывает у нас Ноктюрн. Не дав перед этим ульту. Умирает еще, скорее всего, здесь Джокер. Потому что есть у Панча его погоня. Да. 5-3 становится. Счет у нас в этой партии. Но Гури пытается убить Саммита. Дает ульту по двум игрокам. Как же много. И пшшш. Дайте мне вашу кровь, говорит он. Это не китайский сервер. Я здесь могу полноценно сосать кровь. А не заниматься чернильницами. 4-1 Зоя. Уже у нас стало. Теперь ответная ульта от Саммита. Но Саммит, конечно, не так хорошо может отсасывать, как это делает Владимир. Но урон тоже донес. Правда, вышку они потеряли. Все идет теперь уже под контролем команды Дамбон. Сэндбокси не смогли удержать, мне кажется, этот сноубол. И во многое благодаря топ-лейну Владимир. Плюс 40 фарма организовал. Сражение за дракона. Вот такое было. Да, там Маунтэндрейк. Это, конечно, не влажный, неважный был дракон. Все же это Маунтэндрейк. Его действительно можно оценивать как хороший и как полезный. Но отдавать за него игру, наверное, не стоило. Тем более, что рисковать здесь не стоило. Ульта Ноктерна есть. Он мог просто через ульту ворваться. Решил он потратить флэш. Какие ауты остались у команды Сэндбокс, учитывая, что в этой стадии игры они должны быть доминантами, но они отстают. Хотя добрался. Подождите. Что значит отстают? Ноктерн-то добрался до своего Гардиан Энджела. У нас очень сильно Саммит отстает. И с очень странным билдом он играет, потому что мы видели уже и не раз, как люди собирают Руа на топ-лейне, либо Абисал Маску, по крайней мере, против Владимира. Но вот Саммит решил играть через протобелт против Владимира. Возможно, в этом и есть проблема. Вызывается у нас здесь геральдочка команды Домбон. Она пойдет ломать вышку на топ-лейне. Это единственная тир-1 вышка, которая осталась. А Ногури попадает здесь под дава. Но мыло вряд ли сможет Владимиру что-то сделать. Да, вышка спокойно падает. Не могут никак помешать команда Сэндбокс. Даже врыву во вторую вышку. Сэшко, Ешко летит, он прикрывается. Да, смогли, смогли. Убрали геральдку. Пропустили, правда, много из-за этого урона. И Саммит у нас на миде, кстати, его никто не видит. А он втихарято начинает бить. Надо, правда, уже ретироваться прыжочками как-то в сторону. Он не уверен, что противники сюда подходят. Сам бегает, убеждается, что Шоумейкер здесь. И говорит, ладно, я тогда отойду. Пять тысяч. Воу, я только сейчас увидел. Ну, четыре с половиной. Преимущество команды Дамбон уже в этой стадии игры. Это прилично. Это крупное преимущество. Что там по шатдаунам? Потому что это хороший камбэк может организован быть при помощи него. Ведь... Ой, Джокер прыгает. Все равно дает ульту. Джокер прыгает, но кушкой промахивается. Но дает все равно ульту, чтобы Нюклира снять ульту самому. И может быть, Ноктерна теперь туда позвать? Ведь нет ульты у Нюклира. Вот этих вот моментов, мне кажется, комбинации немножко пока не хватает команде Сэндбокс в этой партии. Мы увидели всего две ульты Онфлика в этой партии. И обе они были защитные, а не атакующие. А ведь можно и вправду давать ульту Браума, чтобы снимать просто ульту какую-нибудь у Нюклира. И после этого Ноктерн может прилетать сразу же в Нюклира. Там Жоня осталась. Не, ну... Если прилетит Ноктерн, Жоня не поможет. Это логично. То есть песочные часы, они защитят тебя только от хардсеца эффектов. Но урон ты все равно пропустишь. Не говоря о том, что можно фир еще набросить. И ты прямо из этого песочных часов в страх попадешь. Либо если ты их нажмешь, попытаешься нажать позже, то ты, скорее всего, просто в страх попадешь. Ничего не выйдет у тебя. Ладно, упустила команда Сэндбокс делать этот мини-камбэк. Напоминаю, что лейтгейм у них слабее. Им нужно в этой стадии игры как-то начинать действовать. Но мне не нравится саммита Билт. Он уходит сейчас перед визаж. Массовый отхил. А какие ульты-то он воровать будет? Это Рик Сайки на ульта. Это хорошо. Рик Сайк это неплохо. Это молодежно, это надежно. Как обычно, я люблю говорить. Владимира так себе. Из-за посевок Владимира ульта становится еще сильнее. Здесь их нет. Ловят у нас Браума. Вынужден нажимать клинц. Уходит в сторону. Панч кидается кушками. Но туда, конечно, он не полетит. Зоя это отстой. Ульта Зай, в общем-то, тоже отстой. Ну, трэш с рутами своими. Ну, там почти что рут. 99% замедления. Это, считайте, почти что рут на 99%. Вы только можете двигаться на 1%. Правда, там не мгновенно вы попадаете в этот эффект. Он по-интересному работает. Вы попадаете в эффект. Точнее, как раз наоборот, мгновенно. Но в последующие секунды сразу же замедление уменьшается. То есть только на одну, там, десятую секунду будет 99% замедления. А не так, как, например, с рутом работает. Когда вы не можете двигаться. Вас прикопали. Вообще двигаться не можете. Кто не знает, есть интересный билд. Я вам его не советую. Сразу делаю ремарку. Но есть интересный билд у Жанны с Ability Power. Жанна, которая собирает, по-моему, 600 Ability Power. Ей нужно всего лишь для этого. Если я число правильно помню. Она может накидывать своей W постоянно 99% замедления по противнику. По-моему, там 600 было Ability Power. Ну, или сейчас кто-нибудь меня в частике поправит, скейл ее прочитав. У нее нет капа на скейл. То есть у нее есть свое собственное скейлещееся замедление от того, как часто вы максите W, когда вы ее замаксили до максимума. И там еще есть от Ability Power прирост на замедление. И нужно 600 вроде Ability Power. Для этого идет инициация хорошая. Убивать надо Зоя. Зоя отфлешивается за счет. Но, наконец, все же Ноктюрм добивает ее. Но при этом погибает Рик Сайка. Ноктюрм теряет свой Гарди Найджел. Вот он, тот самый мидгейм, который был так хорош. Но Саммит сможет ли вытанковать? Он пытается выиграть время для своей команды, которая должна подойти. Но они говорят, здесь Владимир пришел и начинает сосать у нас здоровье. Мы ничего сделать не можем, друг. Вроде такой хороший старт. Убивает двух игроков. Но тут же два игрока своих теряет, как только прилетает Владимир. Ну так вот, про замедление Жанны повтор будет вам показывать. Вы видите, Зою поймали. Сразу массовый врыв в нее пошел. Жанна может давать замедление 99%. И это получается даже жестче, чем у Трэша. Потому что для Трэша это обычная его ульта. Ну, необычная его ульта, как говорится. А для Жанны это обычное ее дабл из заклинания, которое вы можете кастовать каждые 5 секунд. То есть просто даете замедление противнику 99%. Как рут, как будто. Там еще помимо замедления будет и ветерок неплохой урон наносить. Не, ну это да. Самое крутое замедло у Насоса. Нет, Насосовское замедление, оно не так хорошо скелится, как все же ее. И Насос в Обилити Пауэр реально не работает. То есть, если я хоть и сказал, что так не играете, но Жанну периодически добирает в Обилити Пауэр какой-нибудь Рободон. И Межа иногда на ней берут. И свои 200 Обилити Пауэр Жанна имеет частенько в играх даже на про-уровне. 600, конечно, она не имеет. Вот у Насоса что-то я не помню, чтобы даже 200 Обилити Пауэр собирали. У Зелена тоже 99% замедление. А, да, кстати, про Зелена я забыл. А вот Зелена это реальная тема. Потому что Зелена, конечно, редко вы можете увидеть в 1000 Обилити Пауэр. У него скейл хуже, чем у Жанны. Поэтому ему нужно в районе 1000 Обилити Пауэр собрать. То есть, вам нужно будет Архангел, Руа. Самые крутые предметы на Обилити Пауэр. Архангел, Руа, Рободон, Спеллбиндзер и Войтстав какой-нибудь. Такие билды редко вы увидите на Зелени. Но, если все же это произойдет, и еще там прет с Инфернал Драконами, вы увидите, как он при помощи своей Ешки замедляет противника на 99% тоже. Пойду чекну, сколько у Сона будет замедла. А, вроде, 80% там можно сделать. Но там это можно даже не чекать, а просто посмотреть на Википедии по приросту. И исходить из того, что средняя Обилити Пауэр, которая собирает при помощи Обилити Пауэр предметов, это 600, а максимальная это 1000. А у Нону, ты спро ульту его? Тоже должна быть неплохая. Так, извините, у нас здесь минус... Владимир. Причем, я бы не сказал, что это Ноктюрн. Здесь огромную часть урона нанес Саммит. И остановили Нагурисовский сплитпуш. Немножко потерялась команда Домвоем в этой стадии игры. Вы видите, они растеряли свое преимущество. А это все связано с тем, что у команды Сэндбук сильнее в этой стадии чемпионы. И сейчас единственный чемпион, который есть у команды Домвоем для войны, это... Ну ладно, не единственное, их двое. Это Зоя и Рексайка. Но Зоя-то заработала свои убийства. Ее за это покарали. Плюс она купила себе банши, что немножко остудило ее натиск. А вот Рексайка в этой партии... Четыре смерти. Ой, три смерти, четыре ассиста. Убийство она не зарабатывала, поэтому сноубола у нее нет. Но Лейт я все равно оставлял за команды Домбон. Чуть-чуть, но оставлял за ними. 55 процентов. Они скоро выровняют, когда доберет у нас Владимир Рободон и Жоню. Они выровняют эту игру, когда Рексайка доберется до своего Гардиан Энджела. И, конечно же, Зоя, Рободон и Войт Став. Тогда они немножко вернутся. Так говорят, также и Насусу не нужно АП. 5-й левел 95 процентов замедления на 5 секунд. Разве? Ха. Ну, я не буду спорить, я сейчас не помню прирост у Насуса. Человек говорит, что не нужно Абилити Пауэр вообще ему. Само по себе замедление 95 процентов. Разве? Ну, если так, то так. Я, как бы, только за. За Насусу, на самом деле, после его вот этого мини-реворка, который Райт Геймс образовали, где они сделали откат его к ушке пожестче, сыграл всего пару раз в лесу, и все. Откат и 12, вы помните, 12 стаков. Ой, хорошая ульта Аэза. Для Паука из-за этого Дрейке нельзя команде Дамбона отдавать жизни. Если не получается забрать его без боя, лучше его просто отдать. Не, там по-другому. Там 95 процентов в самом конце. Ну, ладно, не до этого у нас, ребят, потому что здесь Дракона все же пытается забрать команду Сэнбок. Какое-то мясо началось, кто-то забирает Дракона. Но это делает у нас Ноктерн. А Рик Сайка в большой беде. В нее сейчас ультуют на Саммит, прыгает туда. Если у него Жоня. Жоня нет, он отпрыгивает, пытается выиграть на себя. Время утащить, а Нагория, как обычно, оттянулся. Дал он укус по четырем игрокам. Саммит далеко полетел за Рик Сайку. Урона ему не хватило, чтобы ее убить. Потому что на Рик Сайку... Кстати, а почему не хватило урона, чтобы ее убить? Хотел сказать, потому что на Рик Сайку кинули хил, но на нее никто хил не кидал. Стартует на Шора у нас команда Дамбон. Знают они, что Саммит мертвый. Идет ульта Эза для большого полка. Рик Сай сейчас умрет. Это смерть Рик Сайки, но некому воровать на Шора. Не было даже близко здесь Ноктерн. Но он очень битый был в этот момент. Отпушивал Мидлейн. Госс дал ульту. И дав мог, наверное, прыгнуть агрессивнее чуть-чуть. Но решил он уже не рисковать. Убивают они Рик Сайку. 8-7 становится счет по Драконам. 3-2. Очень близкая будет партия. Но вот на Шорбаф теперь у команды Дамбон. Как бы они могут сейчас вернуть очень много золота. Ну как вернуть? Они идут так впереди. Имеется в виду заработать побольше себе золота преимущества. И при помощи него держать тогда оборону. Потому что все еще Пауэр Спайк команды Сэндбокс продолжается. Не дошла Рик Сайка до Гардиан Энджела. Дошел до Рободона на Гури, но все еще без Войт Става. Кстати, странно, что он решил Спеллбиндер взять раньше. Настоящая война здесь была. Браун решил почему-то именно Рик Сайку убивать, а не делать контр-врыв по Владимиру. И вот... А, просто не хватило урона, ребят. Просто у Саммита было меньше урона. Чем нужно было. И я даже не совсем понял, зачем он рисковал жизнью своей ради убийства Рик Сайки. Скорее это были, как говорится, красные глаза. Берзерк в нем проснулся и говорит, надо делать врыв. Сашер бафом пушит команда Дамвон. Хороший паук проходит по Джокеру, но Джокер не ориентируется. Он просто остается здесь и выживает. Саммит, ворует перышки. Это дурацкая ульта. Она помогает вам, конечно, задоджить один проказ противника, но вы не можете перышки назад ворвать. Соответственно, зарутить противника. Из-за этого получается, что такая себе ульта. Ну, можно против Нагори, например, посражать. При помощи нее у нас там проказ. Среди походят и подкидывая. Минус ходит. И минус Зоя. Мгновенно. Как это произошло? Непонятно. Также убивается быстро Рик Сайки. Нюклер разводит руками. Пытается сделать убийство. Дает перышки свои. Но по приземлению его съедают. А сами цепляются за Нагори. Замедляет его. Начинает избивать. Это партия. Может быть, ребят. Прыгает Нагори. Отсос пошел от него. Тройная ульта по нескольким игрокам. Отхил. Одного игрока он убивает. Пытается добраться до Давы. Но Дав шикарно его сажает на цепь. И убивает. Как они это сделали? Я не понял. Хочу повтор. Браун дал подкидывание по трем игрокам. Но как Зоя-то потеряла все здоровье. И это сделал Гост, по-моему, на своем Эйзи. Он попал своим прокастом по двум игрокам. Снес тонну по ним урона. И некому было отомстить за это. Давайте смотреть. Прыжочек. И мгновенный прыжок Леблонки. А трэш, который был рядом, он просто подставился. Прыжок Зои. Это не то, что вы хотели здесь видеть. Нагло пыталась у нас Зоя здесь раздамаживать. Пронесла урон она всего лишь по саппорту. И мгновенно Дав мылом своим пробрался сзади. Ну, точнее, не сзади, а спереди в данном случае. Ну, в бэклайн. В Зою. Команды. И убил. Тренера довольны. Там они сейчас испугаются. Там нам недопоказали весь момент. Потому что они видели, что Владимир туда подходит. И боялись, что Владимир может сделать там триплкил. А он был близок к этому. Если бы купил Войт Став. Возможно. А возможно нет. Но он вообще не хочет брать Войт Став. Там у противников раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь предметов нам агресс. И мы без Войт Става. А ты уверен, что это хорошая идея на Гурии? Да, у тебя есть пробивание брони через Морелку. Да, у тебя есть пробивание брони через ботинок. Но недостаточно этого пробивания. Почему не взять 40%? 40%, которые дает Войт Став вместо Жони, которую ты делаешь. Ну, или Спелбиндера, который ты уже сделал. Да даже портабелт можно уже заменить, если так задуматься. Да, портабелт дает 10% КДР. Неплохое запушивание крипов. Но тебе уже это больше не нужно в этой партии. Сейчас тебе нужно быть именно Владимиром кулачный бой. Именно давать урон максимальный. Чтобы ты был настоящей пушкой команды. Хоть и Глэскеннон, но ты должен быть пушкой. Знаете, да, такие билды, как Глэскеннон. Так, у нас здесь Даафф. У него будет прыжочек от панча. Саммит в беде. Пошла ульта на Ктюрном. Выключение света. Редемшн. Подкидывание по четырем игрокам. Джокер творит просто чудеса. Мыло умирает, но мыло не страшно. Потому что можно будет убить панча. В этот момент у нас Зоя. Там осталось живых. Шоумейкерская. На Гури все еще жив тоже. Как так-то? Джокер вроде сделал все, что надо. Но урона не хватило. Зоя выжила. Вы видели. На 20, по-моему, даже здоровья. Ноктерн не смог ее добить. Дав тоже не дал Игнает. Ошибочка. Шоумейкер там продолжает погоню. Хоть-то они видят. Хоть-то расставляет ворды. Ставит фонари и тянет за собой команду. Ну, драконы забирает у нас. Владимир пересустанил за счет АП. Так, тут не в этом дело. Тут Зоя главная проблема была. Она выжила. Как так-то? Почему Даву не хватило урона вместе с Ноктерном убить Зоя? Ведь давайте посмотрим повтор. Саммит ворует ульту Владимира. Дает свою ульту, отфлашивается. Пошел Редемшн на спасение. Все начали глубоко идти под Редемшн. И Ноктерн делает врыв Шоумейкера. Шоумейкер уходит. И Зоя. Никем не убивается. Лебланка прыгнула в мясо. Она просто туда ворвалась. В пять игроков. Без фокуса по Зои. Вот она. Вот откуда это все взялось. Но Браума ульта была шикарная. Он понял, что они сейчас будут давать Редемшн. Следовательно, все игроки будут в него залезать. И можно как раз дать подкидывание по-настоящим игрокам. Да, Зоя просто выпрыгнула в сторону. И Лебланка не смогла нормально ее зафокусить. Кстати, о Лебланке. Ее тоже можно поругать за то, что она Банши купила так рано. Можно было сначала купить все же Рободон. А нет, ребят, это не Жоня. Это замедление. Твин Шэдоу. Твин Шэдоу. Который будет сейчас... Ну, я не уверен, что это хороший предмет вообще. На Владимире. Как бы он может быть и хорош в начале как-то игры. Понимаете, да? Потому что вы можете за счет этого ротации делать хорошо по карте. Сейчас откат этого заклинания идет каждые 90 секунд. Вот он их уже потратил. Ничего этим не добился. Ну, такое. Возможно, он взял это временно. Потому что у него не было золота сразу на Жоню. И он взял, чтобы просто было... О, а в Саммита идет инициация. Он опять дает ульту Владимира. Подкидывание. Саммит пытается вытанковать как можно больше урона. Рик Сайка слишком глубоко, мне кажется, захопит. Потому что актер сейчас прилетит, убивает Рик Сайку. Она остается в живых. Эзу ульта. Летит, но панч они не добили. Да, все это время, кстати, простоял в этой точке. Вот серьезно. Вот здесь вот он стоял все это время. И не сдвигался. Ох, как тут Джокера ловит. На хуке. Но у него есть клинз и QSS. Он в этот раз решил потратить QSS. Владимир, тебе бы это... Ну да, он фармится все еще. Видите, он сейчас отходил пофармиться. Он будет продавать гусей. Обязательно потом что-то купит с них. Я думаю, он купит вот став. Просто сейчас взял время на этот предмет, чтобы можно было постражаться за нашора. Стартует нашора Дамвона. Причем нехотя они начали это делать. Но нехотя, не нехотя. А уже он делается до конца. Рик Сайка выигрывает с Майт Войну. Он фрику нечем было туда ворваться. У него не было ульты. И команда Дамвона с двумя Маутон Дрейками и двумя Оушен Дрейками забирают таки его. Элдер Дрейк через 2 минуты. У них все еще будет на шор. Битва все еще на равных продолжается. Напоминаю, что в этом лейтгейме преимущество я давал за команды Дамвона. Но чуть-чуть. 55% на 45. Это копейки. Это считается коинфлип. И этот коинфлип... Вот он! Все. Хотел сказать, этот коинфлип сейчас не на ту сторону. Монетка падает из-за Владимира. Но, наконец-то, он продает своих гусей. Говорит, ладно, гуси, вы свою работу выполнили. Вы помогли нам на нашоре. Хотя я не знаю, чем они ему помогли на нашоре. И купил он, наконец-то, вот став. Вот теперь это проблема. Теперь уже надо фокусить Владимира. Потому что до этого единственный дамаж-дилер команды Дамвона был Зоя. Ее можно было зафокусить довольно простенько. А вот теперь это Владимир. Вот это вот машина. Один в девять Владимир. 823 абилити пауэр. Гуси Гагага сказали. Да. У Эза там тоже фулл билд. Пора менять уже ботинки на что-нибудь тоже поинтересней. Или там гаунтлет менять хотя бы на Тринити Форс. За Джокером идет погоня. Да, с другой стороны дает прокастик по Нагоре. Одну кушку, правда, только дал. Испугался весь прокаст давать. Хороший у нас под пуш идет от команды Дамвона. Какой урон по Гасту зашел. На цепь сажает у нас Нагоре. Нагоре негде полечиться пока что. Потому что его постоянно бьют издалека. Саммит украл ульту Зай. Но, наверное, для того, чтобы просто ее вот так вот дать. Да. И следующую сразу же ульту. А в темфайте нажать уже номер 2 какую-нибудь. Что такое гуси? Твин Шэдоу. Это получается у нас призраки... Не, как они? Я не помню, как они в русской версии назывались. Близнецы-призраки. Ну, должен быть перевод. Двойные тени, да. Или призраки, не призраки, да. У нас здесь... Уоу! Тут, по-моему, Нагоре решил закончить игру в одиночку. Ворвается, почти убивает Гаста. Урона ему не хватило. Браун дает контр-инициацию. Влетает Ноктерн, выигрывает тонну времени. В этот момент погибает Владимир от Саммита. За даумом идет погоня Нюклер с базы. Ой, не Нюклер, извините. Гост с базы. Это когда придет. Вот он приходит с базы. Прыгает у нас Дафф. Игрывает время не так много. Подходит Гост. Начинает скидаться своими заклинаниями. Но поздновато, ребят. Четыре игрока с нашор-бафом команды Дамо продолжают заканчивать эту партию. Ошибся, мне кажется. Дафф не надо было ему так сыграть. В конце игры прыжочек идет. Панча. И Шоумейкер вместе с Нюклером срезает Эза. В конечном итоге. 17-14 выигрывает эту партию команда Дамбон. За счет нашор-бафа сыграли они сверхагрессивно. И казалось бы, даже размен был не такой плохой. Они потеряли Саммита за Владимира. Но дальше Зоя не отпустила Лебланку и добила ее. Также, в общем-то, и не отпустили они Ноктерна. Ну а 2-4 с базы уже прибежавшая Эс не смог посражаться. Расстроился. Расстроился, конечно же. Видно по его глазам. И пытается понять, что же пошло не так. Это Мидер, кстати, был, по-моему, да? А, кстати, он не должен был расстраиваться. Это же победившая команда. Тогда обрадовался, прошу прощения, ребят, обрадовался Шоумейкер. Это была радость в его глазах. Конечно же, я плохо читаю просто человеческие эмоции. Извините, ребят. Это была радость в глазах Шоумейкера. Судья его попросил как бы уже уйти. С места говорит, хватит радоваться. Напоминаю, что эта серия продолжается. Счет у нас 1-1 в ней. И крайне важно. Одночку разделяет два этих коллектива. Сэндбоксы против Домбонов сыграли. Победа 2-1 в предыдущей партии. Следовательно, если Домбоны сегодня победят их 2-1, у них будет абсолютное равенство. И тогда только голы будут решать. Но голы пока не в пользу команды Домбон. Сэндбоксы лучше забивают. Но еще не конец чемпионата. Сэндбоксы лучше забивают.